Сильная Россия, слабая Польша, Богуслав Хработа, Рзичс Посполита, Польша, 17 марта 2018 года. Начну с одного вопроса, ответ на который выглядит не слишком приятно, чем поляки отличаются от россиян. Практически ничем, мы тоже любим выпить и пошуметь, обожаем историю, считаем себя самым важным народом в мире. Разница только в том, что россияне обычно выигрывают, а поляки проигрывают. Это касается и общей истории, и менее важных сфер вроде спорта. Тем, кто решит возразить против последнего утверждения, предлагаю проанализировать явления так называемых исторических побед россиян над поляками, обнаружить которые можно в истории многих спортивных дисциплин. Рассказов об исторических победах поляков над россиянами что-то не слышно. Дело в наших комплексах, несомненно, но это, скорее, не конец моего рассказа, а его начало. Ключевой аспект, это размер государства. Советский Союз гордился тем, что он, как до этого царская Россия, остается самым большим государством мира. Однако, не углубляясь в излишне исторические экскурсы, можно сказать, что размер государства бывает чаще тяжелым грузом, чем преимуществом. Причина проста – большая территория, это большое этническое, языковое и религиозное разнообразие. Обеспечить стабильность такому государственному образованию можно лишь при помощи тонкого управления и отличной политической организации. С одной стороны, история показывает, что это очень сложно, но с другой, россиянам удается из века в век успешно этим заниматься. Каким образом? Это загадка для историков, ведь совершенно очевидно, что с точки зрения элементарной логики Русь должна была бы распасться трижды, после монголо-татарского нашествия, после великой смуты, а также после большевистского переворота и последовавшей за ним гражданской войны. Между тем каждый раз огромный государственный организм каким-то образом снова восстанавливался и становился сильнее. Он сгорал, как феникс, и возрождался из пепла, делая это, в отличие от своих центральноевропейских соседей, самостоятельно, без международных конференций или конгрессов. Другой пример – армия. Она сохраняла преемственность и традиции с того момента, как Петр и провел в ней реформы. Семеновские преображенские полки расформировали только при большевиках, в 1918 году. До этого они успели принять участие в сотнях битв, в которых новые поколения гвардейцев сражались под одними и теми же знаменами. Даже Советская Россия, которая разрушила Царскую империю, использовала военные кадры своих предшественников. Без их поддержки у политруков, которые гнали в бой нагайками простых рабочих, не было бы шансов одолеть белых или интервентов. Более того, Советский Союз не отмежевался от боевых традиций и военной доктрины царской России. Он даже, как показывает пример блистательного полководца Алексея Брусилова, сумел использовать таланты ее лучших генералов. Знаменитый Брусилов попал в Красную армию в 1919 году, потом возглавил состоявшие из царских генералов особое совещание при главнокомандующем и до самой смерти продолжал делать карьеру в комиссариате по военным делам и Реввоенсовете. Армия при этом не была исключением. Несмотря на революцию, СССР в некоторой степени унаследовала от царской России управленческие традиции, научные и преподавательские кадры. Еще большая преемственность существовала в дипломатии или в разведке. Это объясняет, почему среди большевиков оказалось такое количество бывших агентов царской охранки. С момента создания Советской России прошло 100 лет, и хотя коммунистическое государство официально прекратило свое существование в 1991 году, вряд ли кто-то решится утверждать, что путинская Россия не стала его продолжательницей. Одновременно она совершенно осознанно выступает в роли продолжательницы дела империи Романовых. Сильное государство ценит сам принцип преемственности и активно обращается к традициям. Мне кажется, что политики партии право и справедливость, ПИС, которые стараются построить все с нуля, этого совершенно не понимают, и ведут себя, словно дети.